В Краснодарском крае с 1 декабря началась крупнейшая профилактическая акция, в рамках которой 400 специальных комиссий обойдут 30 тысяч семей. В Славянске-на-Кубани активно ведется работа в этом направлении. Рейдовые группы уже посетили свыше 100 семей. Наши корреспонденты побывали в одном из таких рейдов. Подробности в репортаже Тины Капачевской и Георгия Калинина. Всего в Славянском районе сформировано 23 рейдовых групп. В их состав входят представители образовательных учреждений, медицинские работники, представители управления по социальной защите населения, пожарные инспекции и инспекции по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел. Каждый специалист дает консультацию родителям по различным вопросам. Семьям выдаются, родителям в первую очередь, выдаются памятки, которые помогут им либо найти возможность трудоустроиться по мерам пожарной безопасности, также консультироваться, где в каких местах могут соответствующую помощь, медицинскую помощь получить. Такие рейды в рамках акции «Безопасное детство» проводятся с 1 декабря по инициативе губернатора Кубани Александра Ткачёва. Цель акции – повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушению несовершеннолетних, обеспечение защиты их прав и законных интересов, профилактика гибели подростков, предупреждение случаев возникновения пожаров. Статистика показывает, что увеличивается в период вот этих новогодних рождественских праздников детский травматизм, несчастные случаи именно с детками, создается пожароопасная ситуация. И поэтому для того, чтобы обеспечить безопасность наших детей на протяжении того периода, когда мы теряем их из виду, мы и организовали вот такие рейды. Прежде всего, рейдовые группы приходят в те семьи, где есть дети, состоящие на различных видах профилактического учёта, а также замещающие приёмные семьи. Не для того, чтобы проконтролировать, как родители воспитывают детей, а прежде всего, чтобы оказать помощь в любой проблеме, проконсультировать в различных вопросах и посмотреть, в каких условиях живёт ребёнок. Безусловно, особое внимание, которое мы уделяем детям, направлено на то, чтобы уберечь их от беды, подсказать и помочь в том числе семье. Ну вот, по крайней мере, можно сказать о том, что мы вот за время проведения акции уже посетили 107 семей, в которых проживает 191 ребёнок. Чрезвычайных ситуаций с детьми не выявлено. Вместе с тем, что посещаются семьи для того, чтобы увидеть, помочь в первую очередь семье, также даются консультации. Валерий воспитывает приёмного сына Андрея. Мужчина проконсультировался в вопросах медицинского обслуживания, получил всю необходимую информацию. Также в этот день рейдовая группа посетила семью Горбенко. Они воспитывают троих приёмных детей. С родителями и детьми также пообщались специалисты различных сфер. Ну вот, была я вчера, меня опять послали, потому что у нас опять просроченная справка, месяц. И теперь мы снова пойдём на следующей неделе, потому что у меня, оказывается, только в этом году узнала, что девочка, учащаяся на бюджете, имеет право на социальные плаву заканчивать ребёнок уже в этом году. Мы об этом узнали. Вот я вам даю план, который вы имеете право на субсидии получить обращательное селение на 14. В ходе посещения семьи медицинский работник интересуется жизнью и здоровьем детей, проводит осмотр. Сотрудник МЧС проверяют пожарную безопасность в доме. По итогам рейда составляется акт обследования жилищно-бытовых условий, где отмечаются все рекомендации. Сразу же намечается план работы с конкретной семьёй по тем запросам, которые установили участники комиссии в ходе проверки. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».